всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня хочу опробовать подсмотренную 1 испанцы рецепт даже не рецепт а способ расправиться со свиной рулькой в окрестных магазинах их очень часто продают вот в таком виде со снятой шкуркой нет конечно же пожаристая шкурка хороша но под ней обычно довольно много жира и если вы вдруг озабоченный подсчетом баланса бжу ну смысле белков жиров углеводов то такая вот условно обезжиренная рулька хоть какой-то степени применит вас с мирозданием кроме того и шкурка и сало обладают значительно меньше теплопроводностью чем мясо значит ощутимо замедляют процесс приготовления короче вот рульки и кучка других овощей сладкий лук морковь сладкий перец чеснок картошка и пучочек петрушки кроме того понадобится небольшое количество оливкового масла и вино насчет вина на самом деле по большому счету какое именно тут не очень важно возьмете сухое там белое или красное получите один вкус возьмете там какой-нибудь сладкое вино портвейн или вот херес как я получите более сладкую рульку короче целый простор для творчества поехали во-первых для ароматизации мяса надо приготовить смесь чеснок растереть с петрушкой чтобы проще было его растирать предварительно нарежу мельчить особенно смысла нет все равно стуки все в хлам разобью петрушку тоже нарублю вот ее как раз таки можно чуть помельче крупные листочки не очень хорошо в ступке растираются вернее хорошо не растираются но если крупно нарезать времени на ступку идет больше и теперь все сюда сразу же добавлю соли и можно энергично поработать пестиком чем лучше растереть тем лучше ароматы петрушки чеснока перемешаются тем больше этих самых ароматов они наружу выдадут смотрите какая отличная каша теперь еще немного оливкового масла сюда же экстравежен понятно ароматного много не надо и опять смешаю масле все эти эфирные масла растворяться и получится вот такой вот прекрасный масляный маринад а теперь подготовлю рульки чтобы маринад быстрее проник внутрь надо сделать несколько таких глубоких надрезов кстати кроме ускорения проникновения маринада эти надрезы позволят и теплоте в печи быстрее проникнуть внутрь вот значит ускорится процесс приготовления и теперь надо старательно в эти разрезы загнать маринад вот так и сюда тоже снаружи тоже можно натереть но без фанатизма трава в духовке начнет гореть и это не прибавит рульки очарования так что натереть можно снаружи но постарайтесь чтобы кусочков травы осталось как можно меньше таким вот образом обработанное мясо можно оставить в холодильнике на сутки будет только вкуснее но на самом деле из-за вот этих глубоких надрезов большой беды не будет если прямо сейчас вот сразу отправить в духовку и все переложу и в форму ну чтоб скучным не было добавлю овощей перец надо порезать достаточно крупными кусками он у меня отправится в печь вместе с рулькой будет эдакий составной гарнир из овощей из перца и сладкого лука этот сорт у нас такой продают белый сладкий и из моркови ее надо все почистить конечно и вот так целиком к рульке чтобы овощи в печи не сохли их на тоже маслом полить до 5 оливковым опять ароматным ну и посолить конечно соль у нас усилительный вкус и работает ну и теперь вино что касается выбора вина я уже сказал и что касается количества тут все зависит от формы в которой вы запекаете рульки как видите у меня все леглось довольно плотно так что мне хватит примерно пол стакана жидкости ну может быть чуть больше и эти пол стакана целиком будут состоять из вина если у вас все будет лежать более просторно значит и выкипать испаряться будет все быстрее поэтому можно немного добавить воды если вы сегодняшнем люди будете использовать сладкое вино с таким насыщенным вкусом то идея плеснуть его побольше они воды добавлять может сыграть с вами злую шутку вкус получится слишком сильным слишком насыщенным духовка нагрета до 200 к ней надо будет вернуться через 45 минут так вот что касается количество вина если все таки будете увеличивать его долю в этом блюде то действуйте на свой страх и риск максимально включи свое кулинарное чутье ладно займусь пока картошкой чтобы сэкономить ваше время и почистил за кадром и вот теперь надо нарезать как именно резать дело вкуса я собираюсь и такими кружочками мне кажется оформлять подачу будет правильно именно с кружочками запеченного картофеля картошка нарезанная пластинками такой толщины будет готова в духовке минут за 20-25 поэтому я отправлю ее к рульке гораздо позже чтобы она не сохла там заранее посолю и щедро добавлю оливкового масла вот так теперь под копченые паприки и брошу сюда парочку вот этих малышей это очень острый перец и перемешать как следует в печи при нагревании масло очень быстро вытянет остроту вот из этого острого перца и эта острота через масло распространится по картошке не идеально конечно распространится но мне этого не надо я же не для космонавтов еду в тюбик и готовлю верно заранее выложу форму для запекания ну что потом времени терять смысле после перерыва да у меня перерыв а у вас аэроэкскурсия по коста-бланке название бениса произошло с тех времен когда это местность этот город был под владычеством мавров бени и са это значит сыновья из и судя по всему здесь был народ или была группа товарищей вина на семейство с таким именем население чуть больше 13 тысяч человек итак 45 минут запекания прошли следующий этап какая красота их надо перевернуть на другой бок чтобы равномерно запекались к тому же нижняя эта часть была вине а вот для верхних вина пока не досталось отлично а на полку ниже отправлю форму с картошкой и оставлю в печи еще на 25 минут у меня опять перерыв а у вас продолжение аэроэкскурсии городок небольшой но очень симпатичный находится он в 125 километрах от валенсии до побережья тут 4 километра в центре католическая церковь катераль ла марина стиль называется неоготический обратите внимание какая она симпатичная возвращаемся к нашим баранам к рульку свиным рульки сюда картошка пусть еще пока поводит в духовке какая красота так отложу их в сторонку пока смотрите здесь замечательный сок с не менее замечательным вином это отличная основа для соуса так что сливаю эту прелесть сковороду и на плиту но несмотря на то что с рулик все-таки была снята шкура жиром этого жира достаточно много натопилось и соусе он будет лишним по-хорошему надо конечно охладить эту штуку достаться когда жир застынет и после этого снять но я сейчас как получится вот так вот сверху постараюсь удалить может быть не очень аккуратно мы будем считать что основной жирок снят вот тут очень сложно дать какие-то определенные рекомендации в зависимости того какое вино вы использовали вам нужно либо сахар добавить либо кислоты сахара можете добавить в виде просто сахара либо виде меда например кислота ну лимонный сок винный уксус и я бальзамический уксус буду использовать и еще вот этот вот острый перец горошек маринованный вот так будет достаточно и бальзамика ну и соли конечно а вы смотрите по своему вкусу отлично да давайте-ка я усилию эффект и положу сюда еще немного до мигляса если кто не знает это такой концентрированный красный бульон ну то есть сначала кости обрезки мяса вместе с овощами запекаются в духовке до коричневый такой глубокой потом это долго-долго-долго варится чтобы выварить вот эти вот поджаристые все вкусы и ароматы из костей из обрезков из овощей потом жир снимается бульон процеживается этот бульон очень сильно упаривается до густоты получается вот такая вот штука отличная основа для придания дополнительного вкуса жареного мяса каким-нибудь соусом если кто не видел вот щелкать сюда там на самом деле даже два ролика но посмотрите до мигляс на канале там из куриных костей обрезков и из говяжьих есть так соус готов пора серверовать духовка работает так жарко и уже весь мокрый у меня будет все простецки рульку сюда картошку с перцем вот сюда перец надо выложить как-нибудь покрасивший поаккуратнее и картошечку а соус соус наверно в отдельной плошке она правда сюда по стилю не подходит но какая есть и готова вот такой довольно быстрый способ разобраться с рулькой в общей сложности час четвертью но с учетом времени на подготовку и на соус будем считать полтора часа на мне кажется неплохо ну и давайте вскроем это чудо к примеру вот здесь вот вот такое мясо смотрите соус надо сначала без соуса проводить потому что он очень яркий очень насыщенный такой кисло-сладкий скорее сладкий чем кислый потому что бальзамика немного положил а вино дало насыщенный такой винно-сладкий вкус ну естественно он еще за счет перца остроту приобрел и за счет вот этого концентрированного бульона такой мясной вкус так ну вот здесь у меня соуса почти нет это вкусная рулька да хорошо пропеченная рулька она не разваливается на части не распадается не такая какую я показывал вам вот в этом рецепте там где нас с капустой в пиве долго готовится там долго вот это другая по вкусу но блин если ограниченного времени это очень неплохо так по картошечке давайте ну по картошке собственно говоря все понятно что это печеная картошка с маслом с с маслом и с подкопченной паприкой ой чудо красота нарковка которая частично отдала свою сладость в соус сладкий лук тоже отдал свою сладость в этот соус это классно его конечно тоже можно выложить на тарелку но более он непрезентабельный вид имеет вот такой вид имеет лук и я люблю печеный лук он очень сладкий поэтому я его выложу и съем очень сладкий и за счет вина в том числе красота короче друзья мои берите этот способ на вооружение если вы ограничены во времени если вы мне дать на выбор скажем вот ту рульку и эту я даже не не знаю какую бы я точно выбрал потому что та нежная классная с квашеной капустой а здесь за счет вот этих сладких вкусов ой просто песня а если использовать другое вино то можно вообще пофантазировать и придумать совершенно новое блюдо короче готовьте точно не будете разочарованы а шкурку и сало которые снимете с руки всегда можно пустить на колбасу да и шкурки сделать шварденблок сало мелко нарезать и тоже пустить в дело спасибо огромное вам за лайки за дизлайки и за репосты отдельное спасибо спонсору за спонсорскую поддержку а вам за компанию всем пока Продолжение следует...